Одна из тем панельных сессий была посвящена макроэкономической стабильности и устойчивому росту, новому этапу структурных изменений. На повестке дня важность макроэкономической стабильности для людей и бизнеса и как перейти от рисков к возможностям в области демографического роста, человеческого капитала и миграции. Основные вопросы посвящены налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также инициативам по поддержке более активного роста, ориентированного на частный сектор, для достижения амбициозных целей развития страны. Ключевым моментом также был вопрос инфляции, который является экономической проблемой во всем мире. Участникам предложено несколько вариантов в дальнейшем, как работать в условиях высокой власти. В первую очередь это рассмотрение процесса принятия решений как риск-менеджмента, то есть относиться в целом ситуации как риск и управлять этим рисками. Гендерное равенство и развитие молодежи – самые надежные инвестиции в будущее. Об этом говорилось на очередной пленарной сессии. Растущее молодое население теоретически дает стране демографический дивиденд, но использование этого потенциала требует создания благоприятной среды, которая способствует значительному расширению возможностей, для развития которых необходимо перейти к системным подходам к разработке политики и программ. Разные люди приходят с разным опытом, с разными возможностями и с разных отправных точек. Очень важно адресно направлять помощь, но и могли делать свой вклад. Мы сейчас также обсуждаем вопросы многомерной бедности. Это один из индикаторов, который нам может понять именно, где нам нужно оказывать помощь, какая именно помощь нужна. То есть они смотрят на то, бедность она не просто в том, что человеку не хватает денег, а в том, что нет доступа к образованию, плохой доступ к здравоохранению, предположим, или условия жизни. То есть мы должны даже к вопросам бедности подходить с разных сторон. На полях сессии второго экономического форума обсуждались перспективные планы и цели, которые будут продвигать Узбекистан вперед в течение следующих пяти лет. Говорилось, что Узбекистан, несмотря на мировые потрясения, нарушения цепочек поставок, климатические катастрофы, настоятельно продвигается вперед, продолжая развивать реформы в соответствии с новой стратегией развития страны. Еще один момент важный, который сегодня освещался, это проблема инфляции. Как мы знаем, она сегодня на очень высоком уровне. Наше правительство против соседних государств принимают решения, как лучше с этим бороться и какие ожидания. Мне очень понравились ответы экспертов о том, что это действительно серьезная проблема, но имеются решения, в том числе у нашего правительства, у Министерства финансов. Есть конкретный план мероприятий по тому, как бороться с этой глобальной проблемой. Она затрагивает не только Узбекистан, но и большинство стран мира сегодня. Очередная тема пленарной сессии – креативная экономика. Здесь предпочтение отдавалось роли музея и культурных институций в развитии данного направления.